Безопасные и качественные дороги Кудепсты сегодня стали именно такими. Улицы Искры и Дарвина ремонтируют в рамках нацпроекта. Асфальт уже уложили, осталось установить знаки и нанести разметку. Также в планах ремонт съездов ко дворам. Обещают закончить до 7 августа. Все дороги, включая и в посёлке Кудепста, проходили через общественные слушания, где приглашались люди, и они на общественных слушаниях выражали своё мнение. Также неоднократные письма были от жителей с просьбой отремонтировать улицы. Дороги стали идеально ровными, но пробка на так называемом пятачке в разгар сезона всё равно собирается. Разгрузить улицу помогают казаки. Дежурят на пешеходных переходах. Поехать было невозможно оттуда. Сейчас более или менее нормально. Просто работаете. И больше, я ещё раз говорю, больше пешеходов сдерживаете, больше пропускаете транспорт. А вот и ещё одна причина затора. Фура привезла в магазин продукты и припарковалась прямо на проезжей части. Анатолий Пахомов напоминает, на часах 10 утра. А разгружать товар в Сочи рекомендовано только ночью. Берите сейчас машину и больше этого не делайте. Дайте команду, чтобы выезжали. Разгрузки, а тем более на проезжей части. Не должно быть никогда. Вы посмотрите, посмотрите внимательно. Выйдите сейчас сюда. В Сочи уже несколько лет назад принято совместное с предпринимателями решение привозить продукцию в магазины и кафе с 12 ночи до 6 утра, чтобы не создавать пробок. Не должны об этом забывать и водители личных авто, которые вот так паркуют свои машины. А вот такие захламлённые дворы могут привести к настоящей трагедии. Частный дом по улице Искры завален мусором и стройматериалами, что может стать причиной пожара. Государство вкладывает деньги на создание благоприятных условий. То, что положено на власти, сделать мы обязательно сделаем. Но то, что во дворах нужно навести порядок, это надо заставить, надо штрафовать, надо применять меры. Поэтому я дал главе района поручение вместе с участковым, вместе с Госпошнадзором, вместе с нашим управлением административным пройти буквально по всем домам, там, где не соблюдаются санитарные нормы, там, где не выполняются санитарные требования, сделать предписание, предупредить людей. Ну а следующий шаг – административные штрафы. Как выполнены поручения, Анатолий Пахомов проверит через две недели. Также сегодня мэр оценил, как к учебному году готовится 18-я школа. В этом году ей хорошо помогли сочинские единороссы. Шеф и меценаты потратили порядка миллиона рублей на текущий ремонт.